В преддверии новогодних праздников тверские волонтёры при участии жителей региона отправили в зону СВО ценный груз для наших военнослужащих, которые праздник встретят на бередовой. Кроме автомобилей, медицинских расходников и прочей необходимой дорогостоящей техники, в составе груза и подарки. В минувшие выходные все посылки уже дошли до адресатов. Это был последний в 2023 году гуманитарный груз, который отправился в зону СВО. Но волонтёры всё равно продолжают работу, ведь после Нового года снова рабочие будни. В конце декабря на передовую были отправлены автомобили техника провизии. И, конечно же, в составе посылки подарки, которые собрали юные жители Верхнего Ужья. На сегодняшний день груз дошёл до адресата. Конечно же, по ту сторону фронта особо ценятся письма от школьников и открытки, сделанные своими руками, рассказал основатель волонтёрского штаба помощь Донбассу Ольга Левитина, которая сейчас также несёт службу в зоне СВО. Большая поддержка со стороны населения. Это очень радует, потому что военнослужащие понимают, что они не одни. Их дело правое. И все мы ждём эту долгожданную победу. Впрочем, школьники принимают участие в сборе гуманитарных грузов на протяжении всего года. Сами военнослужащие стараются держать обратную связь. Слова благодарности записали спецназовцы прямо с передовой. Благодарили, в частности, администрацию учителей и учеников 2-й Редкинской школы. Спасибо вам большое. Мы понимаем, что дома нас любят и ждут. А нас помнят и нами гордятся. Спасибо вам большое за правильное воспитание детей. С наступающим Новым Годом! Напомним, что школьники Тверской области активно взаимодействуют с волонтёрскими организациями. Помогают в сборе грузов для наших военнослужащих. Пишут письма, делают открытки, плетут сети. Записывают видео со словами благодарности и с поздравлениями. Что также дает понимание тем, кто сейчас стоит на защите Родины, что их ценят и ждут на родной земле. Продолжение следует...